Всем привет, с вами Сурикен. Какой должна быть идеальная компьютерная мышь? Примерно вот такой. Это флагман беспроводных грызунов компании Logitech MX Master. И сразу уточню, что речь пойдет об офисных мышках, тех, которые обычно используют для работы, а не для того, чтобы поиграть в дотку. Начнем по традиции с коробки. Внутри лежит MX Master, переходник для компьютера, а также инструкция и кабель для зарядки встроенного аккумулятора емкостью 500 мАч, которого хватает примерно на 40 дней активного клацания по клавишам грызуна. И да, если она разрядилась, то в момент зарядки ею можно пользоваться как обычной проводной мышкой, и это на порядок удобнее, чем постоянно менять батарейки. MX Master создана для получения максимального удовольствия от проведенных за ней часов. В Logitech уделили огромное внимание эргономике мыши, ведь это вещь, которой вы будете пользоваться от 5 до 8 часов в день, если юзать ее по назначению, или все 10, если скроллить мемчики. Мышь идеально сидит в руке, но только если вы правша. Если вы левша, то придется пользоваться чем-то другим. Над дизайном явно работали люди, связанные с искусством, иначе как объяснить все изящные линии на корпусе, и эту офигенную вставку под правым пальцем, который по текстуре напоминает грани бриллианта. Основным материалом корпуса является что-то среднее между пластиком и резиной, а сами клавиши из матового пластика. Подключается MX Master при помощи USB-переходника или по Bluetooth 4.0. Снизу можно найти кнопку и три световых индикатора. Каждый из них отвечает за подключение к одному из трех устройств, которые записываются в память грызуна. Таким образом вы можете использовать одну мышь для работы с тремя разными девайсами. Но знаете, что мне понравилось больше всего? Это основное колесо прокрутки. С ним можно листать любые документы до бесконечности. Благодаря функции Smart Shift колесо работает в обычном режиме до тех пор, пока вы резко не крутанете его. В таком виде оно независимо вращается, пока не кончится сила инерции или вы самостоятельно его не остановите. Колесико реально крутое, им удобно пользоваться для скроллинга соцсетей, если вам нужно что-то оперативно найти. За функцию Smart Shift отдельный респект. Есть еще боковой блок с двумя кнопками, который по умолчанию отвечает за переходы назад и вперед по страницам. И вспомогательное колесо прокрутки. И вот эти клавиши многие гнобят, мол они не совсем удобно расположены и часто промахиваешься. Не знаю, что у них с пальцами, но как бы я не пытался придраться к ним, у меня это не получилось. Это все дело привычки и уже на автомате попадаешь по ним. Отдельного внимания заслуживает боковое колесо. Оно очень помогает при скроллинге горизонтальных документов или при видеомонтаже. Стоит отметить, что ход у него очень плавный, за счет чего удобнее управлять таймлайном в том же Adobe Premiere. Кстати, есть еще одна кнопка, о которой не сразу узнаешь. Она прячется под большим пальцем и отвечает за работу с жестами на винде и macOS. И только с ней я по-настоящему начал пользоваться несколькими рабочими столами на винде. Функционал всех элементов можно гибко настроить в фирменном приложении Logitech. Я настроил мышь под Adobe Premiere таким образом, что теперь при монтаже мне не нужно использовать клавиатуру для горячих клавиш. Все самые основные действия я запрограммировал на каждую из кнопок. Здесь же настраивается чувствительность мыши и скорость прокрутки. Кстати, по поводу чувствительности. За все это отвечает лазерный датчик Darkfield, который обеспечивает работу практически на любой поверхности. От стекла до обычного стола. Но лучше все-таки использовать хотя бы какой-то коврик. Но за все это обилие ништяков придется раскошелиться на 100 баксов. Но главное понимать, за что вы платите. Это комфорт и качество. И то и другое здесь присутствует. А на сегодня это все. Поддержите это видео большим пальцем вверх. И напишите в комментариях, какой мышкой пользуетесь вы. А также не забывайте подписываться на социальные сети. Всем пока!